Доброго времени суток, дорогие мои подписчики! Я думаю, любители футбола и не только Украины, конечно же, узнают сейчас. Это зал пресс-конференции Федерации футбола Украины. Журналисты уже готовы, потому что сегодня здесь должно быть названо имя главного тренера национальной сборной Украины. Среди журналистов один из тех, кому я симпатизирую давно, это Александр Липенко, у которого сегодня как раз день рождения. И я задаю вопрос Саше Липенко, моему давнему коллеге и другу, что он думает о сегодняшнем дне. Ну что думаете, сегодняшний день? Я думаю, что сегодня день рождения как главного тренера Андрея Шевченко, Андрея Николаевича Шевченко. И хочу пожелать ему и его штабу успехов. Ну, у нас журналистов, ну, не должно быть любимых и нелюбимых футболистов. Но я полюбил Андрея Шевченко, ну, где-то лет 20 тому назад, в то время я возобновлял отдел спорта популярной газетой «Киевские ведомости», тираж, который был ежедневный, 450 тысяч, который много времени уделяло спорту, много места уделяло спорту. И мы объявили в конце сезона референдум, кто он самый популярный футболист. Вот я запомнил, где-то более 9 тысяч писем пришли, и большинство из них началось с фамилии Андрея Шевченко. Ну, затем была встреча в гостинице «Националь», и я вручил Андрею Шевченко перстень золотой. Посередине там был зеленый камень, вокруг этого камня 11 бриллиантов. Ну, в общем, футбольное поле, 11 футболистов. Ну, Андрей потом подтвердил, что он такие лучшие, он стал обладателем золотого мяча, огромное его достижение. Вообще, все достижения в футболе у него просто прекрасные. На мой взгляд, одно из самых прекрасных достижений – это то, что Андрей Шевченко, наверное, один из немногих, я не знаю, наверное, один, может быть, в Европе футболист сейчас уже, тренер, у которого 4 сына, и у каждого из них есть еще возможность пойти по пути своего папы. Дай-то Бог. Да, дай-то Бог, чтобы у нас появился еще один Шевченко. Ну, что еще можно сказать? Ну, мне хотелось бы к сегодняшнему дню, когда, может быть, имя озвучено, главный тренер национальной сборной. Главный тренер национальной сборной – Андрей Николаевич Шевченко. Или Андрюша, Андрюша уже говорить нельзя, давайте от этого отвлекать. Андрей Шевченко. Ну, у него будет штаб, интернациональный штаб сборной команды Украины. И хочется этому штабу и его кормщему, человеку, который на мостике стоит тренерском, пожелать только успеха. А уже не за горами первое испытание. 5 сентября уже матча дворочного чемпионата мира 2018. 2018 и с такой амбициозной командой, как команда Исландии. Мы будем, к сожалению, играть при пустых трибунах, ничего не поделаешь, сами доигрались. Но ничего, хороший старт – это всегда хороший финиш. А вам, дорогой Саша, от всей души здоровья, благополучия и по традиции все мечи в чужие ворота.